В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дети до года остались без вакцины АКДС. Родители в недоумении. А что говорят врачи? В Карагандинской области 121 выпускник подтвердил почетный знак Алтенбельга. Вручение состоялось на Венском бале, на который собрались лучшие выпускники области. Присяжные заседатели против судии. 12 человек обвиняют вершителя Фемиды в давлении на них. Он заходил и говорил, что парень виновен, хотя мы еще не слышали, не познакомились до конца с делом. До свидания. Приостанавливается предоставление гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан право частной собственности на земли сельхозназначения, находящейся в государственной собственности. Основанием для разработки проекта закона Республики Казахстан послужил указ президента страны от 6 мая 2016 года о введении моратории на применение отдельных норм земельного законодательства. Тимиртауские родители возмущены. Детям до года перестали делать прививки АКДС. Как это отразится на детях, родители не знают, но боятся нежелательных последствий. Корреспонденты нашего телеканала решили выяснить причину длительного отсутствия вакцинации в поликлинике номер 4 города Тимиртау. Мамы и папы в недоумении. В поликлиниках с 2016 года перестали прививать детей против столбняка, дифтерии и коклюша. Все эти возмущения дошли не только до медиков, но и до городского акимата. Родители хотят узнать, почему в 4 поликлинике города Тимиртау перестали делать прививку АКДС. Но у врачей ответа пока нет. Сами ждут вакцину со дня на день. Медики утверждают, что их вины в этом нет. Вакцинации нет не только в Тимиртау, но и по всей республике. Ситуация сложилась в связи с тем, что Министерство здравоохранения не успело закупить АКДС вовремя. Сейчас в поликлинике, как и по всей республике, вакцина закончилась. Это не повод для паники. На здоровье малышей это не отразится. Дело в том, что тендер прошел поздно. Договор недавно заключили. Первые поставки ожидаем примерно через месяц. В своем составе вакцина АКДС содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины, инактивированный возбудитель коклюша. Согласно национальному календарю прививок, вакциной АКДС прививают детей в возрасте 2, 3, 4, 18 месяцев и 6 лет. Вакцина вырабатывает иммунитет в организме ребенка против перечисленных заболеваний. Однако осложнений у ребенка не будет, если сделать ее чуть позже, утверждает женатка Лея Кпарова. В настоящее время в мире всего два производителя вакцины АКДС. Это крупнейшие мировые компании, французская Санафи Пастер и английская компания Глакса Смит Клейн. Из-за курсовой разницы случился в прошлом году. Мы трижды объявляли тендер на закуп данной вакцины. В связи с тем, что он не состоялся, нашей компанией были проведены большие переговоры по закупу данной вакцины. В связи с тем, в апреле месяце договор был на 2017 год подписан. Родителям не стоит беспокоиться. Совсем скоро препарат вакцинации поступит в городские поликлиники. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Строгий стиль, грациозный вальс и праздничная атмосфера. Девушки в роскошных платьях, кавалеры в смокингах. Вот так проходила встреча Акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова с одаренными выпускниками. Винский бал – так именовали мероприятие, где собрались лучшие выпускники области. Бал проходил в рамках форума «Одаренных детей». Длился он на протяжении четырех дней. Выпускники посетили Назарбаев интеллектуальную школу, где были организованы экскурсии и тренинги. Затем посетили детские дома Караганды. В программу форума также входили тренинги по командообразованию и встреча без галстуков с руководителями управления образования Карагандинской области. На мероприятии собрались лучшие выпускники со всей области. Всего их было около двухсот. Из них 121 выпускник подтвердили почетный знак «Алтынбельга». Классический танец «Полонез» он и положил начало венскому балу. После завершения вальса Аким области вручил выпускникам медали «Алтынбельга», медали «Жаз Дара», победителям международных и республиканских олимпиад, а также творческих конкурсах. Кроме того, всем выпускникам выдавались подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и благодарственные письма родителям. Мы хотели продать этому мероприятию определенную торжественность. Думаю, что наши выпускники заслуживают того, чтобы мы их чествовали в такой атмосфере торжественно. Поэтому был выбран такой формат венского бала. Думаем, что если эта традиция приживется, это будет хороший подспорь, в том числе для создания такой доброй атмосферы. Наши выпускники в этом году и по результатам ЕНТ, и по участию в различных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, они показали очень достойные знания. Средний балл по ЕНТ у нас выше среднереспубликанского. К уровню прошлого года мы порядка двух баллов выше в этом году получили. Эта динамика последний уже третий год соблюдается, сохраняется. Это говорит о том, что качество наших выпускников, знание выпускников, оно повышается. И, соответственно, наверное, они заслуживают то, чтобы мы к ним так отнеслись. В завершении мероприятия традиционное фото на память и праздничный фуршет для всех гостей. А мы решили узнать, какие планы на будущее у выпускников. Планирую поступить в Московский государственный университет, на химический факультет. Учиться в России, возможно, вернуться назад в Казахстан и уже попытаться тут построить свое будущее. Ну, я хочу остаться в Казахстане, наверное, буду журналистом. Вот. Ну, расскажи о своих ощущениях, о медали, о том, что ты получил одновременный знак. На самом деле, слава Богу, я очень рада за всех ребят, что получилось, потому что это, ну, очень волнительно было для нас. Смутание своего рода первое, важное. Учитывая то, и благодаря тому, что я проучилась в Казахско-Турецком лицее, я надеюсь, что меня ждут очень блестящие перспективы. Я закончила лицей с Алтенбельгой, и я надеюсь на грант, на высшие вузы Казахстана. И внести свой вклад в будущее Казахстана, в будущую молодежь Казахстана, чтобы они также успешно заканчивали свои учебные заведения. Ну, дальше я считаю, что я должен получить образование за границей. Соответственно, потом полученное образование использовать в сфере экономики нашего государства. И, соответственно, продвигать наш Казахстан по уровню среди других стран и войти в топ-30. А нам лишь остается пожелать всем выпускникам удачи во всех начинаниях. Ассель Сазамбаева, Толеген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. В области вновь подорожали медикаменты, некоторые продовольственные товары и коммунальные услуги. Резкий скачок цен зафиксирован в Жескозгане, Приозерске и Сатпаеве. Информация об этом вызвала резкую критику главы региона Нурмухамбета Абдивекова. Он поручил акимам городов и районов поучиться у коллег из Казаларды, у которых цены на муку намного ниже, чем у нас. Хотя сам по себе Казалардийский регион не славится изобильным урожаем. Я просто снимаю шляпу перед нашими коллегами из Казаларды, которые в этих условиях умудряются находить пути и механизмы, чтобы сдерживать вот эти рост цен и добиваться этого результата. Скачок цен на продовольственные товары в Приозерске на отдельные продукты достиг 85%. Нурмухамбет Абдивеков потребовал отчета, почему хлеб и другие продукты дорожают именно в Жескозгане, Корожале, Приозерске и Сатпаеве. По городу Жескозгана произошло по продуктам питания, рост на 8 наименований до 42%. В городе Казаларда 10 наименований подросли до 42%. А те, вы знаете об этом или нет? Приозерске три наименования, вот здесь вообще до 85% просто произошло. Аким области назвал такой прецедент искусственно созданным дефицитом отдельных бизнесменов-ловкачей. Он поручил чиновникам разобраться с ними. Цены должны быть на контроле, отметил Абдивеков. Ведь людям неинтересно, из-за чего произошел скачок. У нас есть собственное правительство. По данным, когда мы не завозим практически извне, производим у себя достаточно, чтобы покрыть свои потребности. Также главе области не понравился рост цен на лекарства. Специалисты объяснили скачок рецептурным отпуском медикаментов, из-за которого некоторые владельцы аптек несут убытки и пытаются залатать дыры в прибыли повышением стоимости. Также они пояснили, что информация о росте цен была собрана за пять месяцев. В июне резкого скачка не было. Все эти вещи, они на 25% в общем объеме сократили объем потребления лекарственных препаратов населения продают по частному сектору, и аптекция превратилась значительно. Однако есть и положительные моменты. Специалисты департамента статистики утверждают, что в последнее время подешевели овощи и фрукты. Завезено более 2,5 тысячи тонн сахара. Дефицита товаров в регионе нет. Также в ближайшем будущем в сельских местностях откроются пять социальных аптек, цены в которых должны быть порядком ниже, чем в частных. Кроме того, совсем скоро лекарства будут отпускаться снова без рецепта, за исключением антибиотиков и гормональных препаратов. Айямамрина Жакслак-Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. 205 новых квартир будут сданы в текущем году в Караганде. Это в полтора раза больше прошлогодних цифр. А в 2017 году будут сданы еще 1128 квартир. Этот показатель станет рекордным, ведь рост в сравнении с прошлыми годами заметен в десятки раз. Первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев лично контролирует ход строительства. Сегодня он совершил объезд строящихся зданий и дал ряд поручений. Асулбек Дюсибаев посетил строящиеся объекты многофункционального жилого комплекса Жануя-2 и микрорайона Панель-Центр. Везде работа кипит. На стройплощадке Жануя-2 работы почти завершены. Вид домов радует глаз. Застройщики уверены в качестве. Ошибки предыдущих 5-6-7 лет эксплуатации таких домов мы учли. Учли опыт наших коллег в России, опыт наших коллег в Белоруссии. И в данном жилом комплексе мы применили уже более совершенно инженерное решение. Данным микрорайоном мы сможем нормально гордиться. То есть это не первый наш дом, но хотелось бы, чтобы это было нашей такой самой знаковой визитной карточкой в этом городе. С виду дома уже почти готовые. Пластиковые окна, свежая покраска стен. Не хватает лишь какого-то специального оформления. Асулбек Дюсибаев обсудил с подрядчиком внешний вид зданий. Их сдача запланирована на декабрь текущего года. Издалека-то она неплохо смотрится, вот когда близко. Здесь каких-нибудь спортсменов изобразить. В микрорайоне панель-центр строительства идёт полным ходом. Дома будут сданы в следующем году. Здесь построят 1128 квартир. Это в 10 раз превысит показатели прошлых лет. Вы уже один раз брали на себя взятие. Но вы их не выполнили. Привлекаем средства, чтобы, получается, завершить. Всё разбираться надо и то, чтобы люди бить. Закончим. В 17-м. На строительство этих объектов государство не потратит ни копейки. Чиновники решили вопрос с помощью программы Нурложол. Они привлекли средства акционерного общества «Байтирек Девелопмент». По итогам объезда первый заместитель Акима области поручил чиновникам сдавать ежегодно не менее тысячи квартир. Это позволит сократить количество нуждающихся в жилье очередников. Аймамжина Александр Сарикидзе. Первый. Карагандинский. Скандал в Карагандинском областном суде. Присяжные заседатели по делу об изнасиловании несовершеннолетней карагандинки обвиняют судью в давлении. Работники суда называют такие жалобы клеветой. Они провели брифинг специально, чтобы разъяснить суть конфликта. С их слов давления не было. Присяжных распустили из-за нарушения процедуры голосования в совещательной комнате. Также на брифинге они рассказали и о других резонансных судебных тяжбах. Продолжит Аймамрина. Он заходит и сразу говорит, что давайте отвечать на вопросы. Вот отвечаете на первые три вопроса положительно, что он виновен. И я ему, говорит, дам два года. И мы разойдемся. Такими словами Ирина Обердерфер вспоминает день голосования, когда должна была решиться судьба 17-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании 13-летней сестры. По словам присяжной, судья областного суда непрозрачно намекал заседателям проголосовать за виновность подсудимого. За это якобы обещал скостить срок с 15 лет, предусмотренных законом, на два года. Но присяжные не поверили судье и начали вникать в вопросы. В итоге голосование прошло кое-как, а в конце им вообще объявили отвод. Мы ответили как надо, как мы считали нужным. Последнюю бюллетню он не положил вообще в этот ящик. Не посчитал, кто за, кто против. Если, как я поняла, что должны были посчитать, сколько мнений. Он сразу удалился с нашими бюллетнями. Минут 40 его не было. Затем он пришел, открыл дверь и говорит, вы распускаетесь, вы нарушили тайну голосования. Кто нарушил, почему нарушил. Он сказал, не обижайтесь, я по закону прав. Слова Ирины поддерживают и другие заседатели. Все в один голос твердят, что парень невиновен. Половой контакт между несовершеннолетними был. В результате родилась здоровая девочка. Но никто никого не принуждал и не насиловал, считают присяжные. Раз нас выбрали, нас незаконно, мы считаем, распустили, потому что так было угодно кому-то. Поэтому мы будем идти дальше. Татьяна Таюрская – подруга семьи обвиняемого подростка. Она пришла поддержать подсудимого. По ее словам, подросток может заработать 15 лет ни за что. Ведь случившийся семейный конфликт. Родители девочки и подростка готовы примириться. Мешает лишь бабушка, которая настаивает на изнасиловании. Там всем руководит бабушка. Бабушка сказала, изнасиловали, значит изнасиловали. И она точно так же. Изначально у девочки не было такого настроя. После общения с бабушкой почему-то он появился. То есть мои друзья желают, и родители моих друзей категорически не желают примирения бабушка девочки. Даже мама девочки как бы все осознает. А в суде по жалобам заседателей объяснили, что никто на них не давил. Они начали вслух обсуждать, виновен подсудимый или нет. А это прямое нарушение процедуры голосования. Согласно статье 647 Уголовного процессуального кодекса, присяжный заседатель не вправе разглашать сведения об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнаты. Невыполнение присяжным заседателем данных обязанностей, несоблюдение ограничений, установленных Уголовным процессуальным кодексом, влечет ответственность установленную законом, а также возможность отстранения присяжного заседателя. В этом деле пока ничего не ясно. Суд обещал провести внутреннюю проверку по жалобам заседателей. Также в суде прокомментировали приговор облитому мочу и осужденному Жасказганскому полицейскому Талюгену Игибекову. Судья Иркиш Мауке назвала его действия противоправными и отметила, что он должен был применить приемы самбо в отношении пьяного водителя. Не обошли судьи вниманием и восстановление на работу учительницы из Балхаша, которую обвиняют в избиении девочки-инвалида. По словам судей, Батила Едересова была уволена незаконно. Она предоставила суду документ о том, что в момент получения приказа об увольнении находилась на больничном. Суд по данному делу еще не закончен. Знания по философии, политологии и религиоведению нужно преподносить молодежи, как конфеты в блестящей и интересной обертке. Иначе подрастающее поколение просто не воспринимает информацию, делится советами профессоры вузов Караганды и члены Ассамблеи народа Казахстана. В свете последних актюбинских событий учебным заведениям города рекомендуется усилить контроль за качеством преподавания этих предметов. Такие меры необходимы, дабы оградить молодежь от радикальных течений и заблуждений. В социальных сетях, вконтакте, мы размещаем официальную информацию по вопросам религии. И одновременно пытаемся отслеживать высказывания нашей молодежи. Как научить молодежь распознавать истину среди потока противоречивой информации, которой насыщен интернет? Такой вопрос, а также тема идентичности были затронуты на семинаре с участием преподавателей вузов и членов АНК. По словам кандидата философских наук Фариды Саттаровой, молодежь сейчас перенасыщена доступом во всемирную паутину. Не всегда ребята, посещающие пятничный намаз или держащие пост, являются истинными мусульманами. Зачастую в религию молодые люди приходят по инерции, по принципу «куда друзья, туда и я». А задача педагогов – объяснить им, что ислам – религия, поддерживающая мир и стабильность. В студенческой аудитории пытаемся довести за сознание нашей молодежи о том, что идентичность – это такая категория, которая сейчас очень необходима для того, чтобы создать, развивать правовое демократическое государство, как наш Казахстан. Организаторы семинара, члены АНК отмечают необходимость таких диалоговых площадок, ведь только сообща, педагоги смогут решать возникающие вопросы в сфере качественного преподавания философии, политологии и религиоведения. Также встречу подобного характера нужно провести как со студентами, так и на предприятиях и в других местах массового скопления населения. «Молодежи этого именно не хватает динамизма, скорости. И вот здесь мы должны действительно какую-то форму придать нашим научным исследованиям и нашему общению со студентами, чтобы она была приемлема, интересна, захватывающа, манила студентов. Вот это нам нужно». Преподаватели обсудили проблемы в системе образования. По их словам, в вузах сокращены часы по некоторым вышеперечисленным предметам. Они пожаловались членам АНК на нехватку времени для качественного преподавания аспектов идентичности и религиозной грамотности. Организаторы семинара обещали довести все жалобы до чиновников и депутатов. Аймамлина Жакслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. В клинике Гиппократ очередной день открытых дверей. Порядка 40 детишек смогли пройти бесплатные обследования, попасть на прием к педиатру. Как прошел этот день для родителей, детей и врачей, расскажет наш корреспондент. Сегодня в Центре восстановительного лечения и медицинской реабилитации Гиппократ проводился день открытых дверей. Подобные мероприятия в клинике проводятся ежемесячно, но постоянно по разным направлениям. В этот раз темой стала педиатрия. Все желающие пришли на прием к врачу совершенно бесплатно. Значит, цель нашего проведения дня открытых дверей – помочь в такой трудный и сложный период бесплатно пройти пациентам консультацию опытных наших врачей. Благодаря дню открытых дверей родители узнали, что в период с 15 сентября по 15 октября они имеют право перевести своего ребенка на учет в любую поликлинику. На сегодняшний день за Гиппократом закреплено около 4 тысяч детей разных возрастов. Все они получают постоянное обследование совершенно бесплатно. К тому же главный врач поделился, что у клиники Гиппократ есть отличное предложение для детей в летнее время. Мы, в свою очередь, предлагаем для тех родителей, которые не имеют возможности поехать за город, получить оздоровительный курс лечения профилактический здесь, в наших стенах. В течение 10 дней ребенок может подышать морским воздухом в соляной шахте, он получит кислородные коктейли, с ним проведут оздоровительную гимнастику. И в течение 10-12 дней ребенок уйдет веселым, здоровеньким. Зарина Салахова является постоянным посетителем клиники Гиппократ. Она и ее 9-месячный малыш довольны всем. Обследование проходит за короткий период времени. Нет длинных очередей, а отношения врачей всегда вызывают только тепло и улыбку. Сейчас получаем лечение ребенку, физиотерапию, до этого был массаж у нас. Все процедуры у нас бесплатны для нас. Отношения врачей великолепные, все доброжелательные. В помещении всегда чисто, опрятно. Приятно пользоваться вещами этой клиникой. Игрушки даже вот ребенок играет. За сегодняшний день на приеме у врача-педиатра побывали около 40 детишек. Все родители и дети остались довольны. В основном люди обращаются с такими проблемами, как повышенная температура, рвота, расстройство желудка, жидкий стул и аллергия. Однако таких неприятных ситуаций можно и избежать, если быть более внимательными к продуктам питания ребенка. Много сейчас пошло ягод, фруктов. К сожалению, не все ягоды у нас местные, не все фрукты местные привозного характера. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала сейчас, на сегодняшний день, поменьше употреблять все привозные фрукты. Как-то ограничиться, дождаться местного производства фруктов, овощей. Вот такого плана. На прием к врачу в Гиппократии можно попасть с 9.00 до 16.00 по предварительной записи. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикедзе, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok